В Чувашии продолжается международный балетный фестиваль. Спектаклем открытия в этом году стал балет «Аттилла. Рождение легенды», созданный на грант главы Чувашии. Его премьера состоялась в конце октября прошлого года. Постановку, которая уже успела победить в главном театральном конкурсе республики «Узорчатый занавес», посмотрела и наша съемочная группа. Роль «Аттиллы» требует особого настроя, признается Дмитрий Поляков. Самые сложные «Па» ведущий солист Чувашского театра оперы и балета повторяет неустанно. В это время в гримёрках во всё кипит работа. Вся балетная труппа превращается в жители эпохи Древнего Рима. Образы продуманы до мелочей. Специально к премьере было сшито более 80 костюмов. В постановке задействовано и большое количество реквизита. Танцевать с предметами намного сложнее, говорят артисты. Роль очень сложная. Готовились мы крайне сложно, очень трудно. Вот если вы посмотрите, у меня в роли есть две маски. Это вот эта маска, которую мы одеваем на голову, и ещё мы всё время держим такой предмет. Раскрою вам тайну. Это, знаете, олицетворение как бы смерти. То есть это то, что всегда подстерегает людей. То главного героя, то его воинов. То есть мы всё время как красная нить во всём спектакле. Вся труппа занята, все, сколько у нас есть артистов балета в этом спектакле. Конечно, без гранта мы бы и не освоили такое количество костюмов и декораций. Очень затратно по человеческим ресурсам. Очень непростой музыкальный материал. То есть это была очень сложная, серьёзная работа в оркестре. Да, тяжело, но очень интересно. Особое внимание музыкальному сопровождению. Композитор Андрей Галкин попал в тему. В ней есть и национальные мотивы, есть и лирика, и пафос. Дополняют атмосферу масштабные декорации. Всё это по достоинству оценили и театральные критики, и зрители. Постановка великолепная, хорошая. Она ложится в музыку, и массовость, и синхронность хорошая. Замечательное выступление, замечательная актёра, игра актёров. Очень довольна, рада. Атила как раз вот то, на что я хотела сходить. Мне очень понравилась реклама, и мне интересна эта тема историческая. Я считаю, что регионы должны развиваться, они должны показывать что-то своё, новое. Балетный фестиваль в этом году продлится почти две недели. На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета выступят именитые артисты. Из Бразилии у нас, из Киргизии, из Германии. Очень многие города России представлены. Это Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Казань и много-многих других. Поэтому, я думаю, всем нашим зрителям в этом году как никогда понравится. Жители Республики увидят премьерные спектакли театров «Новый балет» Марийского государственного театра оперы и балета. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В продолжении темы. В этом году в нашем регионе пройдёт фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное при Волжье». Он объединит более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа. Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса». Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.